Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня у нас 14 сентября. И мы с вами смотрим, что происходит на винограднике. Будет краткий обзор сортов, кто в каких кондициях на сегодняшний день. Видео будет разделено на две части. Сегодня я вам рассказываю про столовые сорта и отдельно будет про технические универсальные. Потому что сортов много, все вместе слишком долго получится. Сегодня мы сорта смотрим очень кратенько. Уже подробные описания, подробные характеристики, подробные обзоры выйдут несколько позже. И прежде чем мы пойдем смотреть виноградник, я бы хотела озвучить пару важных моментов. Этот год у нас богат на всякие экстремальные условия. Весны у нас не было, потом у нас был град, потом у нас была экстремальная жара и сушь. Потом у нас были проливные дожди. Когда выпало, я не скажу сколько месячных норм осадков. Я скажу, что судя по лужам в лесу, я за последние по крайней мере 10 лет столько воды здесь не помню. Поэтому такие явления как треск, как задержка в созревании для этого года это нормально. Но тем не менее мы смотрим именно то, что происходит сейчас. И там где это возможно, там где я буду помнить, я буду делать небольшие сравнения с предыдущими сезонами. И кроме обзора и состояния, я еще выделю, скажем так, лидера сезона, того, кто меня действительно порадовал и удивил, может быть. И аутсайдера, тот, кто в этом сезоне был самый худший. Единственное, о чем я вас очень прошу. Если те сорта, которые у меня в этом сезоне себя плохо показали, я говорю, что они мне не нравятся, они плохие. Они у вас есть, не хватайтесь за топор и не разочаровывайтесь, не думайте, что вам его сразу надо удалять. Так сложились мои условия, так сложилось у меня, что вот какой-то сорт по каким-то причинам показал себя плохо. Но это не значит, что он так же плохо покажет себя у вас. Как раз таки может быть наоборот. У вас будет хорошее место для него, хорошее условие, ему будет все нравиться. И он будет вас радовать, может быть, даже долгие годы. Поэтому не спешите делать выводы, я всего лишь рассказываю, что происходит у меня. Атус первое плодоношение, сигнальный акустик слабенький, небольшой. Тут у него не самое лучшее место. Но на сегодняшний день ягодки мелкие, вообще вкусные. Более крупные чуть-чуть повисеть. Понятно, что здесь явная задержка в созревании. Преображение плоховато набирает свет. Вот с теневой стороны видно, что ягодка еще зеленоватая. Вот с этой стороны более солнечные. Все вот эти ягодки можно уже кушать, они сладенькие, вкусненькие. С этой стороны уже начинают покрываться такими темненькими точечками. Обычно это бывает, когда в винограде много сахара. Во всяком случае, по моим наблюдениям. И я категорически противник измерять сахар в столовых сортах. Потому что это нерационально. Тем не менее, замерив 18 брикс здесь. Для столовой сорта более чем достаточно. Байконур, кустик слабоват. Ягода чуть-чуть не до конца еще окрасилась. Тем не менее, более темные ягодки, они уже вкусненькие. И вот сейчас я снимаю с теневой стороны. Вот там даже более солнечная. И смотрите, вот там гроздочка, она окрасилась меньше. А вот здесь тенечка, она окрасилась больше. И как ни странно, то есть вот здесь вот видно. Я ягодку оторвала и съела. Ягодка вполне съедобная, сладенькая. Ну, конечно, для того, чтобы получить истинное наслаждение от поедания этого винограда, ему еще надо некоторое время. Лора, как всегда, под сумасшедшей нагрузкой. Опылилась в этом году, несмотря на то, что цвела вообще в самый-самый град. Опылилась просто шикарно. Ну, видно, ей лучистый здесь помогает. Вон его гроздочка. Где-то вот я оставила по две грозди. Ну, как минимум по килограмму эти грозди будут. Вот с этой стороны шпалеры. Ну, чтобы было более-менее понятно, что происходит. На солнышке ягодка уже желтенькая, но еще не готова. Лора, кстати, запаздывает в этом сезоне. Заметно. Лучистый. Киш-миш красится по-разному. Вот на солнце красится так себе не очень. Вот там в тенечке гроздь более окрашенная. Немножко ему еще рановато, тем не менее. Мускат его характерный уже нормально в ягоде чувствуется. Кислоты избыточной нету. Но сахарку все-таки хотелось бы набрать. И мякоть, когда виноград созреет, она становится более приятной. Пока чуть жестковато. Киш-миш находка. По виду красивая. Но по вкусу еще ему добирать надо. Но это его первое плодоношение. Разочарование сезона Тасон. Вот здесь сниму мешочек. Покажу его. Скажем так, во всей красе. И что интересно, вот эта гроздь вроде окрасилась хорошо, а вообще не вкусная. Ягоды кислые никакие. Несмотря на сроки. А вот эта гроздь. Ну, не смотрим. Осы его очень любят. Сейчас чуть больше про него расскажу. Вот эта гроздь вкусная. Здесь такой интересный мускатик. Хорошая сладость. Чем же он так меня разочаровал? Первое. Очень сильно хватает мельдю. В моих условиях. С другой стороны, смотрите. Вот кустик. Ну, вот часть его побегов идет сюда. Там кран. То есть, ну, понятно. Здесь может быть точная влажность. Может быть поэтому. И хватать мельдю начал очень рано. Вот смотрите. Нам пару листиков прижженных. Я вам просто покажу. Как все выглядит. Конечно, если бы не термофильный чай, наверное, не было бы ничего. А так вроде бы я жилась на мельдю, да? А кустик так, ну, вполне неплохой. Там, конечно, он видно на крайнем побеге. Он верхние листья. Несколько в мельдю. А второе. Он трещит. И ладно бы он просто трещал. После этого ягода загнивается. После этого прилетают осы. Да, тасс он очень вкусный. И осы его очень любят. Ну, и, конечно, в моих условиях. Ну, вот я вам показала вот эту гроздь. Вроде красиво окрашена. Все хорошо. Но она невкусная. То есть, она еще совсем не созрела. Хотя вот эта в тенечке. Да, вполне. Ну, видите, вот. Осы едят. Я уже просто устала одевать мешочки. Там вот много чего одета. Много-много чего. Ну, а здесь уже крайне не одевала, потому что подустала я это делать. Сеня. Ну, Сеня у нас лидер года. Он вообще с каждым годом все лучше и лучше. Все радует, радует. Я уже, с вашего позволения, не буду снимать все мешочки. Самые лучшие гроздья я закрыла и закрыла от птиц. Прилетает птица, надклевывает. Но потом, видите, он начинает подъедать оса. Ну, на все закрыть тут столько гроздей, невероятное количество. На все закрыть у меня сил не хватило, поэтому я закрыла только часть. Самая красивая. Ну, вот это вот все. Вот это вот все Сеня. А вот это тоже Сеня. Правда, эта сторона чуть хуже созревает. И на второй плоскости тоже Сеня. Вот, показываю вторую плоскость. И опять же мешочки, мешочки, мешочки. В общем, смотрите, нагрузка у него просто нереальная. Гроздь, ну, я думаю, что по килограмму они будут. А там, где вот чуть меньше, например, как здесь, там еще выше есть гроздь. То есть кое-где я не уследила, оставила по две грозди на побег. Вызревание лоз. Видите сами. Поднимаю чуть повыше, приближаю. Ну, тоже видим. Да, чуть-чуть помогла. В начале августа два раза монофосфатом калия в дозировке 40. Грамм на 10 литров прошла. Дальше, что еще у него? Дает посынковый урожай. Честно говоря, я просто устала его удалять. Смотрите. Видим, что с ним происходит. Он уже нормально окрашен. И такая даже неплохая гроздочка. То есть, на самом деле, если нет основного урожая по каким-то причинам, глобальных повреждений, может быть даже градов, всего чего угодно, он вам даст урожай в любом случае. Ну, может, чуть меньше, но ненамного. Сроки созревания. На самом деле, он был готов уже в конце августа. И его уже в конце августа можно было кушать. Единственное. Сеня, вообще-то, вкус конфетка с мускатом. Такой вот леденечек. Но, может быть, из-за жары, может быть, из-за такой колоссальной нагрузки, муската в нем мало. Точнее, не было вот буквально до сегодняшнего дня и даже сейчас он не во всех ягодах. Но он и без муската обалденно вкусный. Такой вот, именно конфетка леденец. Потрясающе. Он может долго висеть на кусте. Вот в конце августа уже можно было его кушать. Ну, и потихонечку срезаем грозди. Потихонечку его разгружаем. Да, один из моих любимых сортов. Но с каждым годом он радует, радует все больше и больше. И в этом сезоне он, конечно, явно лидер. При этом и треска у него не было после проливных дождей. Ну, в моих условиях, по крайней мере. Что все у него замечательно. И с болезнью у него никогда никаких проблем нет. Надежнейший, стабильнейший сорт. Аксинья, сигналка. Уже можно было бы скушать. Но вместо нас покушали ос. Пара ягодок нам только оставили, к сожалению. Впрочем, грозе было три. Вот тут вот они еще были. И их мы съели. Ну, вот одну я оставила посмотреть, как она повисит. К сожалению, осы внесли свои коррективы. Мария Магдалена. Смотрите, какая гроздочка красивая. В вечернем солнышке. Ну, вот эта еще немножко не до конца окрасилась. А вот эта вот красавица. И крупная гроздь. Ягода такая, тоже хороших размеров. Ну, а сад тоже. И, наверное, птица сначала поела. А потом оса пришла. Но, к сожалению, в этом году вот так. Ну, гроздачка тоже такая увесистая. Кусту, кстати, третий год. И это его второе плодоношение. Вот на этой грозди уже ягода съедобная. Ну, чуть-чуть можно сахарку набрать сочности. В принципе, можно еще вполне повисеть. И нужно ей повисеть. Еще для нее чуть-чуть рановато. Причем, смотрите, интересно. На более солнечной стороне гроздочки такие попроще. А вот здесь, с теневой стороны, ну, такие побольше, поинтересней. Академик первое плодоношение. Тоже не все раскручивал, потому что закрывают птиц. Такая вот красивая, две такие красивые гроздочки он выкинул. Ну, остальные поменьше, поскромнее. Но, видите, здесь не до конца еще ягодка налита. Не до конца набран цвет. Мы сейчас пойдем на ту сторону, посмотрим гроздочки. Но, с другой стороны, что здесь хотеть? Во-первых, вкус молодого. Во-вторых, вот это, видите, нет. Это никакой ни рак, ни болезнь. Это просто градобойно. Но, тем не менее, понятно повреждение. И поток питательных веществ не может идти так полноценно, как если бы это была нормальная целая лоза. Ну, вот здесь, смотрите, с другой стороны мы зашли. Гроздочка, конечно, поменьше. Но, видно, что ягодка покрупнее, она лучше налилась. И цвет понасыщеннее. А вот еще одна, но плоховато опылилась. Но зато видим сразу и размер ягодки, и цвет. В этих ягодах уже начинает проявляться вкус, особенно в мелких. Ну, я вот сорвала, вот видно, крупненькую ягодку. Еще немножко надо. Уже она сладкая. Немножечко пробивается, может быть, ну, как легкий мускатик. Какой-то вкус, в общем, пробивается. Но еще он не полностью сформирован. Ягода очень хрустящая, прямо вот как огурчик хрустит. Ну, посмотрим, как она проявит себя дальше. Тоже он, конечно, по срокам явно запаздывает. Но с учетом первого плодоношения и всех остальных факторов, чего для него вообще можно хотеть. Видите, только сняла пакетик, уже прилетает оса. А это у нас велес. Первое сигнальное плодоношение. Три гроздочки, ну, вот эта самая большая. Конечно, она не будет такая бы большая по весу, так как ей положено быть. Ну, кустик молодой совсем. И там две гроздочки поменьше, даже сильно распаковывать не буду. Важно. У меня велес не потрещал. После всех проливных дождей, после всех катаклизмов у велеса ягода абсолютно целая. Вот можно ее крутить как угодно. Ну, видите, пока немножко неравномерное созревание. Тут ягодка такая желтоватая, конечно, мелкая. Вот с этой стороны более солнечная, она более темненькая. И уже прослеживается такой нормальный мускатик. Ну, а чего-то еще ягодки не хватает. Я бы даже не сказала, что она жидкая. Она такая, ну, нормальная, хрустященькая. Ну, вот, может, сахарка не хватает. Может, еще и аромата не хватает. То есть, еще она такая не до конца сформированная. Все, спрятала. Ну, видите, как многие жалуются, что велес трещит. Но вот у меня велес не трещит совсем. По крайней мере, в этом сезоне. Память учителя. Ну, такая вот гроздочка. Я бы сказала, небольшая. Тут, знаете, ну, может, грамм 500 будет. Как-то у нас не очень хорошо растет. Чего-то ему не хватает. Немножко чего-то не хватает. Поэтому он дает такие скромненькие урожаи. На самом деле он должен быть гораздо крупнее, гораздо эффектнее. И уже должен был созреть. Ну, вот на этой гроздочке, в принципе, ягода созрела. Да, она сладкая, вкусная, хрустящая. Такая приятная гармония. Ну, с другой стороны, висит хорошо. Трещать не трещало. И можно еще немного на кусте и подержать. Армани тоже в этом году слабенькие. И пока еще не готов. Пока вкус такой совсем травяной. Хотя уже он должен созреть. Донские зори. Ну, вот показываю гроздочки небольшие. С той стороны есть побольше. Но не буду снимать пакетики. В большом обзоре покажу их во всей красе. Хороший окрас ягоды. И уже хороший вкус. Вообще, Донские зори, они где-то к середине сентября и созревают. С учетом всех неблагоприятных погодных явлений. Для них вполне нормально. То, как они ведут себя в этом году. Чуть-чуть кислинку еще им сбросить. Ну, такой хороший, приятный мускатик с легкой цитронной ноткой. И довольно хороший сахар. Для любителей цифр таки скажу. Сахар 19. Цимус. Второй год кусту. Первое плодоношение. Три гроздочки было. Одну уже съели. Две еще осталось. Но на самом деле съесть и забыть. Вкусный, сладкий. И можно было уже недельку назад его снять. Уже видите тоже, когда много сахара, вот начинают точечки идти на ягоде. Ну, и по самому вкусу, описание, это яркий цитронный мускат. Ну, не такой, как у Примы Украины. У Примы Украины он более одеколонный, а у Цимуса он более мягенький. Виктория в этом году нагрузили ее по полной. И кажется, да, что ягода вон даже не полностью окрасилась. Но, смотрите, попробовала вот эту гроздочку. Все, она готова. Нежнейший, вкуснейший мускат. И ягода сладкая. Ну, понятно, что, например, вот здесь еще надо ей повисеть, подспеть. Обильные дожди как раз-таки прошли в то время, когда она еще лила ягоду. И, в общем-то, треска не было. Там, может, где-то какие-то совсем единичные ягодки. Но так все остальное целенькое. И Виктория готова. Хотя, прошлые годы бывало, что она созревала позже. Я даже сильно не собиралась ее пробовать. Думаю, ну, еще ей рановато. Нет, не рановато. Она готова. По крайней мере, вот выборочные огроздочки. Аркадия, в общем-то, уже готова. Тоже, видите, идет коричневое пятнышко. Ну, когда много сахара, такое бывает. Я уже об этом говорила. Все, Аркадия готова. И сахар у нее есть, и мускатик есть, и лоза у нее зреет. И что интересно, ну, никогда Аркадия не созревала раньше лорой. А в этом сезоне вот Аркадия опередила. Ну, вот она такая наша красавица. Супер экстра. Осталась одна незамеченная гроздочка. На самом деле, все уже давным-давно съедено и забыто. Скажем так. Созревает она рано. В принципе, уже там в первой половине августа ее можно было кушать. Ну, правда, когда виноград довисит до своих нормальных кондиционов, он, конечно же, вкуснее. Ну, бывает, что мы, когда торопышки, то мы съедаем ягоду. И чуть раньше. Ну, и супер экстра, что, смотрите, после проливных дождей, да, потрещало, да. Ну, тут оса уже немножко потрудилась. Но, в принципе, в принципе, гнили глобальной нету. И вот это, если помыть, еще можно скушать. Ну, либо, например, сачок какой-нибудь сделать. Почему нет? Интрига ранее. Многострадальный кустик в этом году был сильно объеден мышами. И, фактически, смотрите, вот это единственный побег, который шел из нормальной почки. Ну, скорее всего. А все остальное это из замещающих. Притом, я даже, мне сложно сказать, какого порядка. Потому что все вот прям выгрызено было. Ну, вот эта гроздочка еще немножко не готова. А те гроздочки, которые были вот на этом нормальном побеге, они уже съедены. Они уже были сладкие, вкусные, полностью набрали своих ароматов. И поэтому были срезаны и съедены. Вот этой тоже еще немножко надо подвисеть, потому что это тоже из замещающих. И срок чуть позже. А вот здесь уже ягода была готова. Дни 4 назад я ее срезала, скушала. И, в общем-то, в этом году созревание несколько раньше, чем обычно у нее. Русвен янтарный, он же жемчуг запорожский. Остатки прежней роскоши. Практически все мы уже съели. Но я знаю, что он может хорошо и долго висеть на кусте. Единственное, что цвет у него переходит в такой коричневый. Но это, в общем-то, совсем не страшно. Валек. Кусту второй год. Первое сигнальное оплодоношение. В общем-то, готов. Но чуть-чуть вот есть с теневой стороны такие более крупные ягодки. Поэтому им еще немножко повисеть. Они такие плотноватые. А вот те, что чуть помельче, желтенькие, те уже вкусные. Хорошие. Там и сахар нормальный, и такая интересная ароматика. Мускат с чем-то мне сложноватое сказать. С чем-то, но такой приятный мускатик. Галахат. Первое сигнальное оплодоношение. В общем-то, сидит он тут среди больших кустов, которые его несколько угнетают, пока он не войдет в полную силу. Плюс тень. Несколько потрещал после обильных ливней. Ну вот ягодку вырезала. Тут и грозточка была такая, не шибко большая. И вот это то, что осталось. Ягода вкусная. Уже можно было, в принципе, снять и съесть. Ягода очень сочная. И по вкусу такой фруктовый аромат. Очень приятный и нежный. Аладдин в этом году плоховато опылился. Но, тем не менее, ягода достаточно крупная. И все, он уже готов. Здесь и сахар есть, и мускат есть. Все его вкусовые качества, все уже проявились. Запорожский в этом году очень многострадальный. Смотрите, в этой гроздочке, ну вот видно, что это на самом деле ее очень-очень скромная часть. Вот, была обрезана. Потому что все побило, здесь полупило градом. И мало того, вот еще и оса напала. Оса напала. Я не помню, что поса когда-то так ела запорожский. Но, сахар 22. И немножко теплички. Вот такой в этом году хаджимурат. Некоторые гроздочки вот еще не до конца докрасились. А некоторые, вот смотрите, такие большие и красивые. В принципе, уже можно было бы кушать, но еще сахарка маловато. Вот, здесь хаджимуратик еще немножечко светлее, чем там, где я сразу показывала. Антоний Великий тоже пока что сахара не совсем набрал. В прошлом году я его снимала 17 сентября с сахаром 18 брикс. Но пока что вот ему еще рановато 14 выдает. Вот такая красивая Анюта. Красиво так окрасилась. Но пока даже еще ее не пробую. Ей рановато. Зато лоза. Смотрите. Опа-опа-опа-опа. И почти до верха вызрела. Лучший зарный в этом году красавчик. Вывалят такие красивые гроздочки. В принципе, он уже готов. Косточка коричневая. Лоза тоже нормально зреет. Единственное, что по вкусу немножечко кислинка еще есть, можно немножко ему повисеть. Более подробный обзор всех сортов со всеми их характеристиками, плюсами и минусами будет несколько позже. Но я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!